Две недели с мячом или две недели беговой работы? С мячом, конечно. Вот, все будут, наверное, с мячом. Что самое нелюбимое в предсезонке? Бега. Нет, я не скажу, что, я скажу, что самое нелюбимое, это втягиваться, потому что это самое тяжелое. Остальное уже потом уже нормально, когда втянутся. Ой, не знаю, мне кажется, предсезонку никто не любит, потому что очень тяжело изначально вкатываться, но потом уже полегче. Вот, тренер мой один говорил всегда, как я хочу сделать упал и проснуться в марте, когда в сезон начнется. Поэтому предсезонка, это всегда тяжело, вот, тяжело в учении по бою губиться. В общем-то, начали мы работать с 11-го числа, да, то есть прошло, наверное, ну, сколько, сегодня у нас 14, да, почти 13-12 рабочих дней. Провели мы и втягивающий цикл, вот только мы этой двухсторонней игрой закончили этот труд. Ну, в принципе, я могу сказать, что я доволен всеми девчонками, доволен, понятно дело, девчонками, которые у нас чуть постарше пришли, вот, ну, и очень доволен девочками, которые пришли из нашей старшей лицензии, ну, вот. Они оказывают такое, знаете, такое достаточно достойное сопротивление более взрослым, я не исключаю, что кто-то из них и появится в стартовом составе, потому что они действительно этого на данный момент готовы. Как это дальше будет, ну, будем смотреть. Так что, если подвести черту, то вот за этот период подготовки, за этот цикл 12-дневный я доволен. Как вообще сейчас в команде дела? Несколько я знаю, все здоровы, слава богу, надеюсь, все живут. Наконец-то. Ну, как говорится. Вот, ну да, все здоровы, все тренируются, надеюсь, как бы этот сезон будет без травмы и мы сохраним этот боевой состав. В сезоне мы расстались с определенным количеством игроков, в том числе и легионеры. Сейчас на их место, если говорить именно о взрослых новичках, мы взяли это Ксения Губична, это Зарина Капустина и Дарья Манюкова. Как в целом девушки вписываются в коллектив? Уже, можно сказать, освоились или еще такое начинают? Я думаю, что они достаточно, ну, так можно сказать, такое слово, гармонично, действительно, гармонично вписались в коллектив. Ну, когда началось чемпионат, это, наверное, вернее, не чемпионат, а игры ответственные, игры на результат, тогда уже, можно сказать, более так, в полном объеме, как это. Ну, в сегодняшний момент, ну, это не легионеры, это русскоговорящие, это девчонки, которые в нашем чемпионате все друг друга знают, поэтому особого труда им не составило вписаться в коллектив, ну, вот, поэтому я подчеркнул, что я уже сказал, что я доволен и отношением, и содержанием их игровых качеств. У вас целый состав сохранился, не считая нескольких человек, плюс добавить три взрослых игрока, как девчонки освоились уже в коллективе. Ну, я надеюсь, потому что, как бы, мы стараемся, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы они чувствовали от нас поддержку, вот, что им доверяют, поэтому, я думаю, они, как бы, в хорошем настроении, им нравится коллектив и не вкатывается нормально. Из команды уходит сезон-сезон по пять-шесть человек, с основного состава, я подчеркиваю, ну, это не очень просто, не очень просто, вот. Ну, благодаря тому, что, наверное, все-таки у нас легионеры были так уже более адаптированы к нашему чемпионату, тем более к нашей погоде, это, скажем так, более легко делалось. На сегодняшний момент все девчонки из нашего чемпионата, легионеров нет, поэтому, на мой взгляд, в этом плане полегче в этом году. В принципе, у нас все расписано до начала чемпионата, до кубковой игры, которая планирует, до суперкубковой игры, первой официальной игры сезона, которая планируется на 12, я повторяю, планируется на 12 марта. У нас все расписано, сейчас мы в следующей неделе мы заканчиваем игрой с У-19 командой АБФФ в Манеже, потом мы играем с Зоркой через неделю, потом мы едем в Могилев 18 числа, в Могилеве играем. После этого мы снова играем с АБФФ. Если будет турнир, который планируется, да, организаторами, которыми являются команда АБФФ, то мы будем участвовать в этом турнире. Если нет, то мы подстроимся под недельный цикл, который нам позволит заключительную игру провести уже в таком составе, который будет выходить на суперкубок. Субтитры создавал DimaTorzok